Привет всем друзья, сегодня с вами снова я Владимир, но это не скринкаст, а скорее просто маленький видеоблог, где я расскажу вам немного о себе и о своих планах на будущее. Но здесь есть маленькая подоплёка, поэтому советую вам посмотреть до конца. Итак, это мой смартфон LG GT540 Optimus. Это по счёту мой третий смартфон и он мой самый любимый, остаётся по сей день. Хотя я приобрёл себе уже новый девайс, я никогда не забуду LG GT540 Optimus, потому что здесь стоит процессор ARM6 с частотой 600 МГц, но разгонным потенциалом до 800 и даже до 1000. Если добавить сюда кастомные прошивки, swap, то в принципе девайс ещё очень-очень хорошо может себя показывать. Он работает очень хорошо, очень быстро, то есть я даже поставил сюда оболочку Sense и никаких нареканий к данному смартфону у меня нет. Единственная причина, почему я его поменял по умолчанию, заводской аккумулятор стоит на ёмкость 1500 мА. И за три года пользования у меня аккумулятор стал очень быстро разряжаться. А так как я пользуюсь активно сетью, то есть мне всегда нужно выходить в почту, в принципе у меня всегда телефоны разряжались довольно быстро. Но если раньше его хватало хотя бы, вышел из дома утром, вечером пришёл домой, осталось 10% нужно зарядить, то сейчас при моём использовании таком же активном, ему хватает всего с часу, наверное, до 7, как я ухожу в институт. То есть он может работать всего часов 6, именно чтобы постоянно быть в онлайне, постоянно что-то скачивать, почта, твиттер, там, агент. В общем, меня это категорически не устраивает и по этой причине мне просто, я был вынужден приобрести себе новый смартфон. Я выбирал его, наверное, полтора месяца, то есть, как обычно, я делаю всё очень чётко, я посмотрю на формах. Это Huawei X5 Pro Black. Вот, то есть, к чему я всё это веду вообще, к чему этот выпуск? Я сделаю отдельный обзор этого смартфона, я вам сразу скажу, что смартфон просто замечательный. Он не сравнится с моим LG G540 Optimus, потому что он в моём сердце, а это просто качественный девайс и просто вынужденная замена. Но я скажу сразу, я купил его два дня тому назад, и вот только сегодня он у меня сел, и мне пришлось его заряжать. Хотя пользовался я им точно так же, как всегда. Так, дальше. Мне стали писать в личку сообщения, почему я перестал делать скринкасты по поводу своего планшета, вообще игр на планшет. Я вам так скажу, я играю, у меня компьютер появился в 4 года, то есть, с играми я очень хорошо знаком. Я очень люблю винтажные игры, например, Sega Dreamcast, Dendy, то есть, у меня есть даже такая вот портативная консоль. Старенькая, ну как старенькая, она новая, Multimix Magic от Defender, её можно подключать даже к телевизору, к монитору. Но здесь можно играть именно в старые игры, например, в Синдикат, мною любимую. В общем, Mortal Kombat и старые. Я очень люблю играть. Также я играл на своём смартфоне, GT540 Optimus. То есть, я люблю играть в метро, в институте, когда там нету пары или у нас окошко в час, вот, в автобусах, в общем, играть я люблю. Вот, и так как мой просто смартфон был маленький, у него диагональ, по-моему, 3.2 даже или 3.5, ну маленький, то на нём особо не поснимаешь. Я уже пробовал снимать на свою камеру с моего нового смартфона. Всё работает замечательно, вот. То есть, видеообзоры я буду игр по-прежнему выкладывать в сеть, также программы, но снимать я их буду с этого смартфона. Вот. А теперь возвращаясь к вопросу, почему я перестал делать выпуски с планшета, вот. Планшет в последнее время мне показался очень громоздким. Как это ни странно, я вернулся к своему нетбуку, вот, потому что, пускай он работает меньше, но там стоит полноценный Linux, то есть, что-то в последнее время меня планшет стал отпускать. Хотя, я, как сказать, не пионер в этой отрасли, грубо говоря, у меня уже до этого был планшет. То есть, вот этот Viewpad 7 у меня второй по счёту. И, в принципе, планшеты у меня уже в сумме 4 года я ими пользуюсь, оба на Android. Вот. Но что-то как-то отпустило, потому что уже в автобусе не очень-то удобно с ним ездить. Вот. То есть, он у меня лежит дома на полочке, как просто читательская, как книжка, как библиотека. Вот он на тумбочке бывает возле кровати. В общем, суть в том, что я пользуюсь им только как читалкой. И так можно выйти в интернет, там, твиттеры почитать. Но тоже это всё так из кровати. Вот. И просто я с собой ввожу тебе ноутбук и смартфон. То есть, теперь обзоры будут выходить по-прежнему так же, как и раньше. Единственное, что область моих обзоров расширится, потому что в данном девайсе стоит процессор ARM7, частота 1000 МГц, оперативной памяти 512 МБ. То есть, я уже поюзал его, поставил игры, то есть, Shadow, Run, в общем, все новые игры работают вообще без проблем. То есть, никаких проблем нет, причём разрешение 480 на 800. То есть, башню сносит. Девайс очень классный. Именно как игровая приставка я буду им пользоваться, ну вот. А именно как телефон я всё равно буду носить с собой GT540 Optimus. Потому что очень сильно привычка, это наша вторая натура. В общем, и также будут, разумеется, обзоры, связанные с компьютерами, там, Linux, Windows и прочим-прочим. Ну вот, также у меня осталась парочка старых скринкастов, которые я не отредактировал и не опубликовал в группе. Я их тоже займусь старым материалом, и мы их с данным-то выложим. Ну вот, с вами был Владимир. Надеюсь, мои планы вам тоже понравились. Ставьте лайки, пишите комментарии. Может, я что-то поступаю неправильно, надо какие-то коррективы внести в наш канал. Всё, на этом всё. До скорых встреч. Всем счастливо.